Итак, добрый день, дорогие мои зрители. Уже несколько раз от вас поступала просьба рассказать о том, как же составить прескурант на свои услуги, на пошив наших изделий, если вы работаете дома или если вы работаете в каком-то небольшом, открываете свое небольшое ателье. И выполняя вашу просьбу, сегодня мы как раз сосредоточимся на этой теме. И прежде чем приступить, вы должны понимать, что нужно сначала в первую очередь определить свою собственную производительность труда. То есть с какой скоростью вы шьете свои вещи, с какой скоростью, сколько вещей вы можете пропустить в течение, допустим, рабочего месяца. Также вам нужно понять, сколько же вам хочется зарабатывать в месяц. Кроме этого, нужно узнать цены на пошив в своем регионе. И когда вы на эти вопросы себе ответите, нужно на основании, так сказать, полученных данных составить свой собственный прескурант. И о том, как это сделать, мы с вами поговорим чуть позже. А пока давайте отвечать на поставленные вопросы. Итак, как же определить свою собственную производительность труда? У каждого мастера она будет своя. На что же мы можем рассчитывать? Первое. Нужно отшить образец. В качестве образца я предлагаю вам взять простое платье без рукавов самой обычной длины. Это будет так называемое минимальное наше платье или основа. И отшить это платье, засечь время и записать, сколько же вам понадобилось времени на то, чтобы это платье выполнить. Начинать нужно работу именно... Я предлагаю просто с шитья. Вот раскроите его. Раскроите это платье, подготовьте, посчитайте сначала просто время пошива этого изделия. Просто время пошива. То есть вы уже, предположим, его померили и вы начинаете отшивать. Вот начните с этого. Чистое время пошива. Никаких там перерывов, ничего. Или выбрасывайте потом эти перерывы. То есть вы отшили это платье. Записали время, которое у вас на это ушло. Затем сделать все то же самое, но уже отшить другое платье. Оно будет такого же минимального, минимальной будет сложности. То есть у него не будет застежек, воротничков, каких-то рельефов, каких-то лишних швов. Но у него будут нагрудные и талиевые выточки. То есть нагрудные и талиевые выточки, они входят в минимальную стоимость вашего изделия. А, например, уже замочек молния не входит по спинке. Поэтому вы отшиваете точно такое же платье, только кроме этого оно у вас содержит рукавчики. Рукавчики могут быть длинными, могут быть три четверти, могут быть даже короткими. Но они тоже простые и никаких манжетиков там нет. Опять же фиксируете это время. Значит, то же самое платье, но уже с рукавами. Затем отнимаете от первого времени второе время. И у вас получается время на обработку вот этих двух рукавов. По прошлому опыту в Советском Союзе из прескуранта вот эти два рукава, наличие двух рукавов на платье, это было два усложняющих элемента. Значит, если вы потратили на это, допустим, два часа, то один усложняющий элемент вы выполняете один час. Делим на два, получаем один усложняющий элемент. Разбираемся дальше. Это все зафиксировали и записали. В неделю у нас 5 рабочих дней. Рабочий день длится 8 часов. Значит, итого у нас в неделю 40 рабочих часов. Как их распределять, это ваше дело. Сколько платьев с рукавами можно отшить за эту неделю? За одну неделю. Ну, допустим, мы говорим 2. То есть это примерно по 2,5 дня на одно платье. Ну, это примерно. А за месяц сколько мы можем шить? Мы можем шить 2 умножить на 4 недели, будет 8. Или 10 платьев вы можете шить за месяц. Ну вот, если говорить, значит, 10 средних по сложности платьев в месяц, это ваша производительность труда. А теперь давайте поговорим, сколько вы хотите в идеале зарабатывать за месяц. Да? Ну вот, московские цены. Я могу говорить о московских ценах, потому что я немножко их знаю. Я не знаю сейчас цены в Челябинске, в Твери, в Рязани, в других городах. Я привожу вам пример вот такой. А вы потом уже пересчитаете на свои цены. Допустим, я хочу зарабатывать в Москве 100 тысяч рублей. Делим 100 тысяч рублей на 10 платьев. Получаем стоимость одного платья 10 тысяч рублей. По-моему, очень даже получается у нас неплохо. А 10 платьев сшить за месяц на самом деле это нормально для человека опытного, не начинающего человека и имеющего какую-то достаточно высокую квалификацию в крое, чтобы вы не перекраивали в точных выкройках, в умении составлять точные выкройки, потому что большинство времени сегодня тратится на некачественный раскрой. Потому что вы берете случайные выкройки, еще хуже шьете какие-то дурацкие макеты, и на это уходит масса времени. Поэтому, пожалуйста, придавайте значение крою. Вот то, на чем я делаю все время акцент, это крой, 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 еще раз крой. Потому что, если вы умеете нормально кроить, на крой уходят вас минуты. Девочки, которые у меня обучались и потом шили в ателье, работали в ателье, открывали свои ателье, они мне признавались. Галина Леонидовна, мы после ваших занятий ягод временно раскрой не считаю. Точно так же говорила я о себе. Порой больше гораздо времени уходит на общение с клиентом при приеме заказа, потому что клиент сомневается. Вы предлагаете, как художник, разные варианты. Она не может сделать выбор. Вы ее в чем-то переубеждаете, убеждаете и так далее. И на это уходит очень много времени. И иногда сократить это время не представляется возможным. Если у вас новенький человек, если он еще не доверяет вам, прочее, прочее. Но вот кроить, я вас уверяю, если вы мою методику применяете, используете, обучены ей хорошо, у вас будет получаться очень просто. И говорю я сейчас о том, что о тех условиях работы 10 платьев за месяц – это при условии знания хорошего точного кроя. Когда вы многое можете делать сразу на ткани, не используя никаких бумажных выкроек. Ну, тем более никаких макет. После того, как вы определили свою производительность труда, это наши 10 средних таких, сказать, по сложности платьев в месяц, вы должны узнать цены в своем регионе. И, а узнав эти цены, ну как вы их узнаете? Зайдите в интернет, задайте там вопрос, позвоните в несколько ателье. Причем они очень интересные все, да, говорят минимальную стоимость. А когда идете заказывать, попробуйте сходить, заказ сделать им, да. Нарисуйте какое-нибудь с усложняющими элементами платье, не самое простое, да, например, и узнайте цену реальную. И тогда уже будете на что-то, от чего-то отталкиваться и опираться. Когда вы, простите, узнаете цены в своем регионе, нужно сопоставить их со своей ценой. У вас цена получилась, допустим, 10 тысяч. Если ваша цена окажется немножко ниже той цены, о которой вы узнали, выявили среднестатистическую, да, то это очень хорошо. Но если она окажется выше, то это плоховато, потому что вы окажетесь неконкурентно способны. Ваши цены дорогие, к вам не пойдут, пойдут в первую очередь туда, где цены ниже. Поэтому нужно найти коэффициент разницы и откорректировать свои цены. Как это сделать? Ну, я думаю, это тоже всем понятно и очень просто. Например, цена вашего пошива одного платья 10 тысяч рублей, а у соседей 8 тысяч рублей. Вам нужно 8 разделить на 10, получится 0,8. Это значит, что цена ваша должна быть не выше 8 тысяч рублей. Вот и все. Вы умножаете на 0,8 все стоимости, которые вы, допустим, вывели, минимальные стоимости без усложняющих элементов. Вы умножаете уже свои, умножаете вот на это 8. Но я предлагаю все-таки сначала изучить, провести маркетинговые исследования и уже отталкиваться от того, что сколько стоит на рынке. Привязываем все это ко времени. Допустим, вы 6 часов отшиваете платье без рукавов. Повторяю, это после примерки. То есть это чистая работа с техникой, с тканью и так далее. И 8 часов вы отшиваете платье с рукавами. Тоже после примерки. И получаете за это 8 тысяч рублей. Значит, минимальная стоимость вашего платья без рукавов 6 тысяч, а 2 рукава стоят 8 отнять 6, 2 тысячи рублей. И поэтому 1 усложняющий элемент, так как 2 рукава составляют 2 усложняющих элемента, поэтому 1 усложняющий элемент будет стоить 1 тысячу рублей. Вот и все. Зафиксируйте себе эту цифру, что ваш усложняющий элемент будет стоить 1 тысячу рублей. Идем дальше. Ну вот здесь я вам написала, что в расчет времени я не включила прием заказа, раскрой, примерку, сдачу заказа. Если вы не очень опытный человек, то на это может уходить целый день. Вот и получается, что на работу уходит примерно 2-2,5 дня. Как мы с вами изложили и заложили в начале, и в начале в самом, да? То есть за одну рабочую неделю, пятидневную, при 8-часовом рабочем дне вы можете в принципе успеть шить 2 полноценных средней сложности платья. Ну не очень больших, не очень громоздких каких-то и так далее. Конечно, если ваше платье будет сложное, с множеством усложняющих элементов, с рукавами, с манжетами, с воротниками, с драпировками, с кокетками, с рельефами, с застежками, то этих усложняющих элементов будет больше. И стоимость вы рассчитаете для них выше. И таких платьев за месяц у вас, конечно, сошьется меньше. Но в конечном счете то на то и выйдет. Поэтому наша задача сводится к определению усложняющих элементов. Я перечислю все, что вспомню из прескуранта прошлых лет. А если чего-то не будет, то вы добавляйте сами, сравнивая время обработки с одним усложняющим элементом или с какой-то минимальной основой, скажем, того же платья, которое вам понятно. Итак, общая схема вашего прескуранта. Сначала составим общую схему. Что вы должны туда включить? Вы должны обязательно определить для себя, сколько будет стоить платье без рукавов. Видите, да? Это первое. То есть без застежек, без рельефов, только горловинка, проймы, низ подшит, обычная длина, не длинная, не короткая, да? И талиевые выточки, талиевая и нагрудная выточка. Все. Это будет платье без рукавов. Вы обязательно должны себе в прескурант записать, какова будет у вас его стоимость. Затем то же самое вы напишите для жакетика с рукавами, но без подкладки. Обратите внимание. То же самое вы отшиваете жакетик с рукавами, фиксируете это время. Жакетик у вас может быть с застежкой, может быть без застежки, но если без застежки, то это, наверное, будет уже блузка. Поэтому жакет это все-таки с застежкой, да? Запишите цену. Также вы должны отшить топ или блузку, но без рукавов. Зафиксировать время. Сколько у вас стоит, допустим, норма час? Вот из нашего примера, в котором мы с вами сейчас разбирали, норма час вашего пошива стоит 1000 рублей. Но туда еще входит раскрой, вернее, туда не входит раскрой, примерочка этого изделия, значит, и сметка, да? Не входит туда общение с клиентом, прием заказа, сдача заказа. То есть эту 1000 надо умножить на 2. А норма час у вас стоит, допустим, запуталась. Может быть, и 500 рублей разделить на 2. Но неважно. Все равно вы меня поняли. Потом вы сюда включаете юбку без шлицы и разреза. Такие тоже юбки бывают, но с застежкой и с поясом, с обработкой верха, либо обтачкой, либо поясом. Потом сюда же вы включаете брюки без карманов. Простые брюки любой формы, но без карманов, допустим, да? Потом толстовка у нас может быть сегодня очень такой вот элемент, да? Очень ассортимент одежды востребованный. Она без застежки и капюшона шьется с обыкновенной обработкой горловинки. Брюки на резинке отдельно. Они подешевле будут, чем обычные брюки. Сюда же можно включить куртку на подкладке с двумя карманами. Если добавляете третий, четвертый карман, значит, уже будет усложняющий элемент. Пальто на подкладке с двумя карманами. Самое простое. Но что значит куртка и пальто на подкладке? Значит, воротник должен быть, застежка должна быть, два кармана должно быть. Все складываете. Все это отшиваете один образец, считаете время, переводите его в деньги. Сопоставляете с тем вариантом, который идет у ваших, допустим, коллег по цеху на соседней улице. Пальто с утеплителем и подкладкой. Это уже будет дороже стоить, потому что с утеплителем работы больше. И, наконец, допустим, плащ без подкладки. Проставьте минимальную стоимость работы по каждой позиции. И после того, как вы вот это все сформировали, приходит к вам клиент и говорит, я хочу шить платье. У этого платья должна быть, например, застежка по среднему шву спинки, допустим, на молнии. Значит, вы пишете плюс один добавляющий элемент. Видите, любая застежка на платье, это всегда один элемент. Если у вашего платья есть рукава, ну, как правило, их бывает два, но в сегодняшнем моде бывает и один, то вы добавляете еще два элемента. Если у рукавчиков есть манжеты, вы добавляете один элемент. Два манжета – это один элемент. Если у рукавчика есть защипы или сборка по окату, добавляете один элемент. Точно так же я сюда не написала еще, но вы можете добавить, если у вас внизу на рукавчиках, прежде чем обработать низ манжетами, тоже идет сборка или защипы. Какие-то большие, да? Потому что так тоже мы сейчас делаем. Тоже добавляете один элемент. Два рельефа – это тоже один элемент. Воротник – простой воротник. Это тоже один элемент, но также может быть воротник фантазийный, какой-то сложный, который вы должны искать у себя. И поэтому вы добавите на воротник. Можете добавить два, то и три элемента, если он какой-то громоздкий у вас, переходящий в борта, там еще что-то, что-то. То есть это уже зависит от того, какой воротник. Можете добавлять сюда и два элемента, и три элемента. Затем два средних шва – это середина полочки, середина спинки. Это тоже будет один элемент. Шлица или разрез – это тоже один элемент. Но, как правило, вот средний шов спинки со шлицей или разрезом мы оформляли в два элемента, в общем-то говоря. Затем отрезная талия или линия притачивания оборки какой-то, это тоже будет один элемент. Потом одна парная кокетка. Допустим, у вас выше груди есть кокеточка на блузке слева и справа. Это будет один элемент. Или кокеточка на юбке спереди и сзади. Это будет один элемент. Драпировка простая – один элемент. Ну, тоже про это. Драпировка на рукаве может быть. Драпировка сложная, какая-то, допустим, асимметричная, какая-то мудреная, да? Добавляйте два элемента, а то и три. Асимметричный крой обязательно нужно добавлять два элемента, потому что крой непростой. Он будет занимать много времени. Его выполнение тоже может оказаться не самым простым. Затем пояс съемный, простой, обязательно просто полоска обтачена – один элемент. Пояс съемный, фигурный, сложный, можно два элемента. Дальше две складочки – это будет один элемент. Два накладных кармана – простые, да? Это один элемент. А два прорезных кармана – в листочку, например, в рамочку – это уже будет два элемента, потому что кармашки требуют больше времени такие обработки, да? Два кармана в швах – это два элемента. Два клапана – это будет один элемент. Ответная кокетка – один элемент. Сложный покрой рукава реглан, например, это тоже будет два, то есть три элемента, если для вас это сложно, может быть, там драпировка какая-то пойдет. Добавляйте, не стесняйтесь. Вы можете сюда с уверенностью добавлять какие-то еще усложняющие элементы, которые вам часто встречаются, и которые я, допустим, не вспомнила и забыла сюда добавить. Это все ваш выбор. Важно, чтобы вот этот прескуран, который вы соберете в единое целое, он был вами хорошо оформлен, напечатан и висел в видном месте в вашем уголочке на стеночке где-то, да, или в рамочке стоял, чтобы вы показывали его всегда клиенту, прежде чем будете определять, какой фасон вы выберете. Кроме того, что у нас есть усложняющие элементы, раньше в ателье всегда использовались и повышающие коэффициенты, и они тоже были очень и очень разумные. Например, если вы используете изделие с подкладкой, тоже платье на подкладке, да, например, вы шьете, то вы обязательно добавляете 30% к стоимости основы платья, потому что подкладочка у платья будет простая. Но если вы работаете с какой-то сложной подкладкой, на которой есть кармашки, на которой есть какие-то кантики, какая-то отделочная, какие-то элементы, какой-то сложный подкрой, может быть, вот у этой подкладки, она состоит из разных там частей, тогда вы на ваше усмотрение можете добавлять и больше 30%, можете и 40%, и 50% добавить, и 100%, в конце концов, все зависит от того, какая трудоемкость у вас будет получаться, и при обработке вот этой самой сложной подкладки. Но все это вы будете мотивировать своему клиенту такими вот очень вескими доводами, что больше времени на работу, соответственно, она будет дороже. И может быть, ваш клиент откажется от каких-то элементов, не желая завышать стоимость изделия, потому что это ему не очень-то и важно. Затем, сложные в обработке ткани. Что к ним относится? Ну, конечно, прежде всего, это натуральный шелк, это шифон, это кружевное полотно, это какой-то гипюр, это все ткани с поэтками, с различными, это ткани с метонитами, с какими-то сложными в обработке, это бархат, это велюр, это замша, это кожа. Ну, что еще сюда? Сюда же можно отнести, вот, кстати, говоря только, что надо дописать, ну, допишите тогда сами. Это подгонка рисунка ткани. То есть подгонка рисунка ткани, та же клетка, например, или ткани с рапортом, с каким-то более высоким и более сложным, да, когда вам сложно сразу просто положить ткань на стол и просто наложить лекалы и просто выкроить, когда вы должны сочинять, сопоставлять, что-то переворачивать, что-то добавлять, что-то убавлять, чтобы цветовые пятна расположились правильно. то это тоже будет, вот, пожалуйста, забыла сюда указать, то это тоже будет у нас дополнительная работа. И, соответственно, 20% к ней вы смело можете добавить к тому прескуранту, который у вас уже получится. После того, как, причем вот эти повышающие коэффициенты, они уже добавляются на общую сумму. Это стоимость минимального заказа плюс, допустим, 10 усложняющих элементов. Каждый усложняющий элемент стоит 1 тысячу рублей. Значит, 10 тысяч еще у вас добавляется. Вот такая вот получается стоимость вашего заказа. Ну, это вот в московских ценах. У вас может быть там и 500 рублей, и 200 рублей, и гораздо меньше. Зависит от того, где вы живете. Вот, то есть не забывайте сюда еще добавить подгонку рисунка, потому что за это всегда берется дополнительно 20%. Уже к общей стоимости вашего заказа в самом конце. Затем, за белый цвет всегда, знаете, как сложно работать с белым цветом. Не нарисовать на нем ничего нельзя, ничего. Длина жакета больше 30 сантиметров от талии. Вниз тоже добавляется 20%. Длина юбки или платья больше, чем 75 сантиметров от талии. То есть, допустим, юбка в полметровой длины, да, смело добавляете 20%. И размер больше 60-го раньше тоже всегда добавлялось 15-20%. Вот такие были коэффициенты, повышающие на нашу работу. Если у вас ателье, вы шьете не дома, да, на своем оборудовании, то вы озабочены тем, что вам нужно платить аренду, вам нужно закладывать денежки, оставлять денежки на оборудование, на развитие своего производства, на закупку ткани, на какие-то необходимые вам прикладные материалы, да, то есть на все накладные расходы. И вы должны свою цену, полученную из прескуранта, умножить на, допустим, 0,2, на 0,3, то еще на 20-30% увеличить и заложить в стоимость вашего изделия вот эти самые накладные расходы. Еще по-хорошему нужно сюда включать хотя бы минимальную прибыль, потому что не все, если у вас работают, допустим, девушки, да, вы хозяйка этого ателье, допустим, какие-то цены, вот эти цены вы заплатите за работу этим девушкам, да, но вы должны же себе что-то оставить. И вот как было раньше, если у вас есть, если от Ильи у вас работают нанятые работники, а вы не всю себе сумму забираете, то я, например, платила 50% своим работницам, да, то есть если у меня заказ стоил там, скажем, сколько, ну тогда цены были низкие у нас, 5 тысяч рублей, то 2,5 тысячи у меня уходило на прикладные всякие расходы, на аренду, на закуп ткани и там всего остального оборудования, а 2,5 тысячи у меня всегда уходило, допустим, на зарплату моим работницам. Ну, а на самом деле все тут очень индивидуально. Все мы находимся в абсолютно разных условиях, кто-то высокую аренду платит, кто-то наоборот очень низкую, кто-то просто дома работает, у кого-то есть оборудование, у кого-то нет, кому-то надо расширяться, кому-то нет, поэтому смотрите и решайте этот вопрос индивидуально и самостоятельно. Если вы, конечно, работаете в люксовом сегменте, то и цены у вас должны быть выше, то есть среди нас обязательно есть такие мастера, которые, ну, работают как белошвейки, которые очень много ручного труда применяют, которые не используют, допустим, клеевые материалы, заменяют их там разного вида органзой и прочее, прочее, работают очень кропотливо, работают с очень дорогими тканями, да, с очень трудными в обработке тканями, берутся за такую работу, за которую не берется никто. Естественно, и крой у них должен быть тоже замечательный, да, естественно, если вы мастер высокого класса, значит, и цены у вас будут, конечно же, выше. Еще к стоимости, к этим ко всем ценам, прежде чем применить повышающие коэффициенты, у нас закладывается обычно стоимость отделки. Эта отделка может быть самой разной. Чаще всего к ней относятся всевозможные рюши, валаны, оборки, канты. Они рассчитываются, исходя из метража в готовом виде. Надо вам один метр оборочки по низу блузки, например, или платье, да, значит, вы считаете не длину оборки по краешку внешнему, а длину оборочки в собранном виде. И записываете, это стоит столько-то. И когда уже составляете стоимость вашего заказа, записываете параграф такой-то, оборка, ее один метр, плюс столько-то она у вас стоит. Также сюда относятся всевозможные вышивки, аппликации, стразы, наклейки и многое-многое другое, буфы какие-то, да, что вы придумаете из какого-то вот такого отделочного, то есть отделочных каких-то работ. Вы можете отдельно составить себе прескурант, который так и будет у вас называться, прескурант на отделочные работы. И ваши клиенты будут все хорошо знать и не задавать вам вопросов, почему вы где-то на бумажечке быстро-быстро написали свои единички, и не пойми, откуда у вас взялась вот такая большая цифра. Все нужно мотивировать, обо всем нужно с клиентом договариваться. Если вы делаете это доброжелательно, спокойно, мотивированно, поясняете все это, то и клиент всегда пойдет вам навстречу. Может быть, вы вместе откажетесь каких-то лишних усложняющих элементов, если клиенту они покажутся, ну, не совсем нужными, что он может без них обойтись, что часто-часто на самом деле происходит в нашей жизни. Ну и, конечно же, напоследок нельзя сказать о том, не сказать, вернее, о том, что вы включаете всегда все материалы, которые вы используете. Дублерин, например, ниточки, например, да, что еще молнии, если оно у вас своя, стоимости молнии, пуговички, если они у вас свои, и так далее. То есть вы можете также в отделочный прескурант включить обработку одной петли. Сколько вы будете оценивать, как вы будете оценивать обработку одной петли. Допустим, тоже можете включить, если у вас 25 петелек, это будет одна цена, если у вас 3 петельки, это будет другая цена, и клиенту тоже это будет очевидно и понятно. То есть петлю тоже можно включить в общий прескурант или в какие-то в отделочные работы. Также и по пришиванию пуговочек. Но, и может быть, я еще что-то упустила. Вы можете добавлять сюда то, что вам встретится в вашей жизни, и смело составлять свой собственный прескурант, отталкиваясь вот на, опять же, на традиции нашего прошлого. Тогда все в научно-исследовательских институтах высчитывалось, рассчитывалось и приводилось в соответствии с каким-то довольно здравым смыслом. По крайней мере, когда я работала с этим прескурантом, у меня это не вызывало никакого отторжения, потому что все было очень обоснованно и было очень разумно. На этом разрешите сегодня мне с вами расстаться. До новых встреч! Всегда ваша Галина Коломейко.